В Тверской области появится инновационный кластер транспортного машиностроения. Он объединит не только предприятия, но и учебные комплексы. Это позволит максимально эффективно организовать не только производственный процесс, но и решать кадровый вопрос. Такое решение было принято во вторник, 27 июля, на заседании регионального правительства. Вопрос создания промышленного кластера в Тверской области обсуждается уже на протяжении последних нескольких лет. Для нашего региона это одна из приоритетных задач, учитывая, что президент России Владимир Путин назвал развитие машиностроения безусловным приоритетом в экономической политике страны. Кластер, формируемый в Верхневолжье, станет площадкой для эффективной кооперации целого ряда производств сектора машиностроения. Среди них Тверской вагоностроительный завод, предприятие на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагоностроительного завода, новый промышленный технопарк КСК. В настоящий момент мы говорим о минимально необходимом количестве, которые уже подтвердили свое намерение войти в состав промышленного кластера. Это порядка 10 предприятий. Видим финишером готовой продукции, конечно, наш локомотив региона, Тверской вагоностроительный завод. Кроме того, в работу вовлечены образовательные учреждения, Тверской государственный технический университет, Тверской машиностроительный колледж. Губернатор сделал акцент на подготовке квалифицированных кадров для предприятий машиностроения. По словам главы региона, создание кластера – это прежде всего возможности для обучения молодежи. Будущее за теми, кто обеспечит приток лучших кадров. Таким образом, Верхний Волжи получит сплошные плюсы. Прежде всего, это возможность расширенной кооперации между всеми действующими участниками и потенциальными. Второе – это привлечение новых предприятий Тверского региона и создание новых предприятий, новых юридических лиц, которые бы могли поучаствовать в расширяющемся производстве. Третье – это возможность получать государственную поддержку, в том числе на федеральном уровне, уже в больших масштабах. В ближайшее время будет направлена заявка на включение инновационного кластера транспортного машиностроения в реестр Минпромторга России. Это позволит привлекать на развитие производств кластера федеральную господдержку. В том числе, это компенсация в части уплаты лизинговых платежей, приобретение новых машин и оборудования, программного обеспечения, затрат капитального характера и ряд других направлений.